Современные подходы к терапии гриппу ИРВИ. Пока Владимир Владимирович готовится, я просто скажу о том, что в Москве проводится колоссальная работа по вакцинопрофилактике гриппа. К сожалению, не смогла присутствовать представитель Центра медицинской профилактики Большакова Николаевна, потому что очень много такой текущей работы. В Москве вакцинация делается бесплатно всем желающим. В поликлиниках, в передвижных центрах около метро и около центральной кольцевой железной дороги, в многофункциональных центрах. Две вакцины используются, Гриппол Плюс и Соведон. Вакцинация бесплатна. Перед вакцинацией осмотр врача, только если нет противопоказаний проводится вакцинация, всем выдается паспорт вакцинированного. Поэтому, пожалуйста, имейте эту информацию для себя. И кто не вакцинировался от гриппа, давайте это сделаем в ближайшее время. Спасибо, пожалуйста. Уважаемый господин председатель, уважаемый член Президиума, опять же, уважаемые слушатели, я второй раз сегодня выступаю. В общем, мы говорить будем то же самое практически в унисон с профессором Колобухиной. Но данные у меня, я так посмотрел, несколько другие. Я, видимо, пользуюсь данными разведки МОСАД, поэтому они более точные. Черт, кто знает, у нас большее количество мертвецов, скажем так, разведка доносит. Значит, дектора, посмотрите, вот данные, во всяком случае, у меня, как мне кажется, последние. У нас всего вот за этот период, ну, прошлого года, заболело около 13,5 миллиона человек, то есть около 10% населения. Ну, об этом уже говорили, что у нас с вами шел грипп H3N2 ожидаемый, потом его закономерно сменил грипп B. По нашим данным, 38 летальных исходов, значит, из них, значит, ну, 38 минус 4, это будет 34, это H3N2 и 4 случая гепатита B. Значит, дектора, вот тут что хочу сказать. Это абсолютно неверные цифры, конечно, и я бы не единичку поставил, как профессор Колобухин, я бы поставил бы два нуля лишних, вот, справа, вот, потому что, по данным американцам, у них от гриппа умирает порядка 30 тысяч в год, у нас 38 человек. Вот не потому, что они не умеют лечить, а, значит, а мы вот такие гиппократы из семи пиадей во лбу. Просто по-другому считается. У нас, если только выделен грипп, соответственно, вот, значит, тогда диагноз... У нас ведь в нашей стране нельзя умирать от гриппа, понимаете, вот, у нас вообще от инфекции не умирают, у нас ее нет, как известно, вот, поэтому от гриппа умереть нельзя, вот, то есть грипп, у американцев грипп, потом пневмония, потом сепсис, потом, бог знает что, через два месяца умер, все равно у них это будет грипп, у нас это гриппом не будет, поэтому у нас и от гепатита B не умирают, у нас от цирроза мрут, это мы тоже знаем, поэтому вот эти цифры, вот, есть ложь, есть наглая ложь, есть статистика, ну, в данном случае статистика. Вот, значит, что касается, значит, на сей раз, вот эта вот вакцинация у нас более удачная, у нас вообще народ вакцинироваться терпеть не может, но это спасибо товарищу Червонской и ее команде, вот, которые ведут подрывную кампанию, откровенно говоря, вот, в других странах делается по-другому немножечко, вот, ну, насчет того, что сегодня говорил академик Жданов, что 90% привить доктора, ну, это нереально, ну, зачем об этом говорить, у нас в закрытых, 98, вот, значит, реально, вот у нас в закрытых административных территориях вакцинация, скажем, от дифтерии достигала 95%, но это закрытые административные территории, когда директор стукал кулаком, весь город сидит за колючей проволокой, весь работает на одном градообразующем предприятии, деться некуда, все прививаются, вот, ну, вот тогда в любом другом случае фокус не получится, поэтому это из разряда фантазий, вот, значит, ну, тут подорвало вот эту вакцинальную кампанию, еще и то, что в позапрошлом году, помните, в ноты не попали, то есть вакцина не работала, в общем, и так народ не любит прививаться, а в позапрошлом, помните, не сработало, вот, значит, вот тут идут цифры, я тут, вы просто их посмотрите, время у меня мало, я их не буду перечисливать, вот, значит, единственное, доктор, а при всем при том, что тут говорилось, я не согласен с прививками у метро, ну, вот пусть меня повесят на ближайшем телеграфном столбе, но вакцинация все-таки это не мороженое на палочке из кемос есть в жаркий день, сидя на лавочке в парке культуры имени Горького, это нужно делать все-таки не на бегу и не перед метро, потому что, ей-богу, анафилактический шок может случиться не через пять и не через десять, но он меня может достать через два часа, я успею на метро уехать, бог знает куда, и мой труп там потом найдут на конечной станции, вот, ну, это мое субъективное мнение, оно может расходиться с мнением Минздрава, которого я не очень высоко ценю, вот, значит, что касается, вот, опять же, вот прививка работает, да, обратите внимание, ну, это зарегистрированный грипп, наверное, конечно, было больше, но все-таки мы видим, что вакцинация, конечно, работает, и, ну, я говорю, что в худшем случае вакцина просто тупо не сработает, вот, вреда она принести не может, в лучшем случае сработает, в промежуточном, ну, скажем, вызовет какой-то ослабленный течень. Вот, что касается вируса птиц, значит, вот, посмотрите, да, у нас был шум гам по этому поводу, вот, как раз перед, ну, в прошлом году, значит, да, но пока барьер не преодолел, мы о вирусе гриппе чуть-чуть птиц, чуть-чуть позже скажем, значит, вот тут нам сказали, что нам не надо ставить диагноз ОРВИ, доктора, вот, опять же, академик Жданов, ну, доктора, ну, а что нам ставить? Да, это та помойная яма, в которую мы сваливаем, ну, невозможно, 120 вирусов, но это ПЦРов не хватит, каждый больной будет золотой, гейбово. Да, есть помойная яма определенная, в которую можно свалить, вот, как у нас есть диагноз официальный, пищевая токсика инфекция, это вот, ну, вот, это аналог только ОРВИ, только с другой стороны, с прямой кишки, вот, значит, я не прав? Вот, значит, по поводу, что все-таки ОРВИ диагноз у нас, как у клиницистов, он останется, мы никуда от него не денемся, значит, на самом деле, вот эти цифры, которые фиксируются, они, конечно, совершенно другие, потому что масса народу просто тупо не обращается за медицинской помощью, а у нас форма 2 – это по обращаемости, значит, сколько на самом деле болело, ну, вот тут, ну, удвоим, может быть, я, тут я не берусь, я, опять же, не статистик. Вот, теперь обратите внимание, в основном вся фармакология направлена, да, ну, вот, вот видите, все-таки ОРВИ ассоциируется почти с 4 миллионами смертей, вот, значит, пневмонии и все остальное, а в основном, вот, фирмы работают в направлении именно все-таки и только именно гриппа, а нам нужно все-таки что-то более широкое. Я все это пропускаю за совершенной ненадобностью. Вот, насчет вот объединения гриппа и ОРВИ, вот тут я немножечко все-таки не согласен. Наверное, грипп надо совершенно особняком рассматривать, а вот эту помоенную яму ОРВИ – это все-таки тоже особняком, потому что все-таки грипп – это совершенно четко очерченная патология, которую, в принципе, клинически поставить можно. Я, конечно, понимаю зачуханного врача поликлиники, у которого, переходя на жаргон, 30 вызовов в день, и ему, естественно, анализировать и клиническое мышление, проявлять за 5 минут общение с врачом, с больным, ну, в общем, это от него требовать нельзя. Вот тут просто интересно, вот, кто что вызывает. Вот тут просто интересно, коронавирус, вот, и коронавирус и торс. Значит, доктора, вот посмотрите, сколько мы умирали на моем веку, отнюдь не коротком уже теперь. Вот, я уже сбился со счета, сколько раз я умирал, и помните, мы от атипичной китайской пневмонии тут торжественно умирали. Вот, этот коронавирус известен мне лично, у меня был учебник Тимакова 1970 года из Дании, я в 1973 году проходил микробиологию, вот уже там все было написано про коронавирус, что он может вызывать, и все это было описано. Ничего нового в этом нет. Просто раздули этот торс несчастный, потому что, вот, до этого, значит, был разговор о том, что много туризма в Китае, вот, как раз была идея зарезать, во главе, вот, в основе любой эпидемии торчат чьи-то экономические уши. Вот, раздутый торс, это была задумка зарубить на корню, в принципе, туризм в Китай. И в какой-то мере у них это получилось. Это только мы с вами можем поехать в Египет, когда там переворот, над нами пули летают, а у меня all inclusive, и мне наплевать, где вы меня взяли, туда вы меня потом назад и положите. А остальные нормальные люди, вот, после этого туда не поедут. Ну, мы поехали. Вот, но туризм в Китае, в общем, сильно подрубили в этом плане. Вот, по поводу свиного гриппа, о котором все говорят. Значит, опять же, по умолчанию, по определению, инфекция убивать не должна. Значит, вирус периодически все-таки, значит, шифт. Это дрейф дрейфом, а периодически случается шифт. Вот тут он, в конце концов, этот шифт случился. И вот тут действительно какой-то период возникла катастрофа. Вирус не знал свою силу, у нас иммунитета абсолютного нет. И еще фокус получился в том, что не получалась вакцина, как таковая. Потому что вирус настолько был вирулентный, что яйца куриные, на котором пытались растить вирус, они умирали, то есть вакцина не выходила. Ну, потом решили проблему. Но уже постепенно вирус перезаточился. И, в общем, в последнее время он уже не такой страшный, как был в том девятом году, когда вот он свои зубы показал. А вот теперь просто посмотрите. Интересно. На самом-то деле шума-то было много. А официально 414 тысяч случаев, и умерло это 5 тысяч. Официально, по данным ВОЗа. В то время как обычным гриппом заболевает миллиард, и умирают порядка трех миллионов. То есть вот этот вот грипп, конечно, свиной был очень нехороший. Но он не имел тех масштабов, которые раздуло вот это вот, прошу прощения, сборище душевнобольных, называющихся ВОЗом. Понимаете? Ужасающе коррумпированная организация, откровенно говоря. На кого-то похожа. Так вот, собственно, особо в этом плане поддерживали шумиху фирмы, которая выбросила на продажу препарат Томифлю. Там в чем был фокус-то? Препарат хороший, препарат работает. Только к тому времени он не прошел полного цикла клинических испытаний. Под эту шумиху его выбросили, сэкономили миллиарды долларов, потому что самое дорогое препарат любой я вам за неделю создам, а вот потом испытывать буду несколько лет, и в это вбухаю миллиарды. А вот тут как раз все это было совпало неожиданно, что Томифлю заработал. Вот я все думаю, если бы он не заработал, что бы было, вот это была бы другая песня. Что касается куриного гриппа, доктора, шума-то много. Первое описание в 1878 году, позапрошлый век, под названием «Птичья чума». В 1901 году узнали, что это вирус. В 1955 году узнали, что это вирус гриппа. Отдали название «Куриный грипп» в 1971 году. Так что вот, об этом тоже уже сколько говорили, я сейчас на этом останавливаться не буду. Вот сколько этих вот разных вирусов. Но да, действительно умирают. И об этом академик Львов говорил. Доктора, мы просто об этих людях ничего не знаем. Может быть они иммунодефицитные, может быть у них что-то, у нас столько цифры, вот столько заболело, столько умерло. Кто это, что это? Это то же самое, такие же бездарные, безликие цифры, как сколько умерло от Эболы. А ведь это же чушь, вот этот 50% смерти от Эболы. И мы там были. Просто в больницу в Африке, в Конго попадают только самые тяжелые больные. А так как лечить там практически нечем, то фактически больница оказывается в преддверии морга. То есть у нас срез верхушки айсберга, а полно народа местного, у которого оказались высокие титры антитела ЭГДЖИ против Эболы. То есть спокойно лезть, легкие формы, средние, тяжелые, на ногах переносить. Никакая Эбола не 50%, не 40% и не 30%. Процентов 10, наверное, там будет приблизительно. Вот, значит, это вот касаемо всех вот этих вот. И вот теперь, теперь несколько слов. Я не скрываю, я тут об одном препарате буду говорить, мне просто самому интересно. Вот, значит, эффективная терапия ЭРВИ, понятно. Ну, не медикаментозные вмешательства, все понятно. Медикаментозные тоже, и театропные, и патогенетические. Вот насчет симптоматической. У нас в инфекции вообще симптоматической терапии, наверное, говорить не надо. На самом деле. Вот. Значит, все вот эти гриппы, я тут тоже не очень понимаю, для чего особо нужно устанавливать этиологию ОРВИ, когда, в общем, нам это с вами клиницистам, мне, в общем-то, абсолютно безразлично. Клиника фактически одинаковая, подходы одинаковые, все равно этиатропные терапии никогда направлены. У нас два этиатропных препарата исключительно против гриппа, томифлю и реленза. Все остальное, это, так скажем, условно. Вот. Ну, опять же, тут время у нас с вами поджимает, я понимаю. Вот, собственно, по Киселеву, ныне, к сожалению, покойному, вот, собственно, вот эти вот наши с вами основные терапии. Вот только доктора противовоспалительные, жаропонижающие средства. У нас хлебом не корми, это у нас зомбоящик, который называется центральным телевидением, он выдает каждые 15 минут жаропонижающие средства. Вот. Боли я не боюсь, я принимаю Сидалгин Плюс и все остальное, там, под балалайку, под какую-то. Значит, да, ну, и вообще, это единственная сторона у нас, которая рекламирует лекарства. Все боли у женщин от спазма, ну, интересный подход, вот, такой, глубоко медицинский. Вот. Значит, а жаропонижающие, что хочу сказать. Есть такой термин, норма патологии. Может быть, режет ухо, но грипп – это патология, а 38,5 при гриппе – это норма для этой патологии. И болеть нужно с температурой. Температура показывает, что иммунная система вошла в крейсерский режим, грубо говоря. Больному можно, тяжелому больному, я вам в раз в реанимации сделаю температуру 36,6, пульс 60, давление 120 на 60. Гарантированно умрет. То есть болеть нужно все-таки с повышенной температурой. И увлекаться вот этим вот, абы снизить температуру, вот я категорически против. Вот. Значит, вот теперь те препараты, о которых тут неоднократно говорили. Вот ассальтамивир и зонамивир работают действительно. Я только вот никак не могу понять, как можно релензу применить. Ну, если у вас есть опыт нюхания кокаина, тогда, в принципе, она пойдет. Вот. Но нюхать этот порошок, он, кстати, описан в случае бронхоспазма. И, в общем, он для приема, я не знаю, как вдохнуть его. Я лично, я попробовал как-то, разучить, не произвело впечатлений. Значит, что касается амексина. Я никого тут не ругаю. Просто, ой, А – это высокая степень достоверности. Ну, чем Б – это уже пониже, С – Д – это, скажем, совсем так. Так вот, доктора, вифероном очень увлекаются педиатры. Будьте очень осторожны. Препарат, который, во-первых, тут не совсем понятно, нужно ли при ОРВИ и гриппе вообще интерфероны, потому что не факт, что их там не хватает. Вот. Но виферон в свечках, он довольно быстро к нему накручиваются антитела. Поэтому, в общем, это препарат одноразового действия. И по мере того, если ребенку в попу совать этот виферон при каждом ОРВИ, то потом свеча должна быть, я уж не знаю, величиной с фаус-патрон. Вот. И доза интерферона в ней… Сейчас вот с этим сталкиваются педиатры, что он перестает работать в той дозе, в которой должен работать. Будьте очень осторожны с амексином. Препарат, который разработали американцы, для ведения, на случай ведения биологической войны. Он резко повышает на какой-то период иммунный статус, но после этого следует провал. И вот мы можем с вами попасть в провал. Ну, в общем, не чиня то, что и так работает в данном случае. Амексин – штука очень опасная и, в общем, отнюдь неоднозначная. Ну, вот, и вот, значит, опять же, нам понятно, что максимальный клинический эффект только в сочетании с самой различной терапией. И вот тут, мне самому просто интересно, я его отнюдь не рекламирую, мне просто интересно, препарат, который появился в аптеках, он давно появился, и эргоферон. Вот, я его прямо называю у нас тут. Значит, это отнюдь, его почему-то обозвали гомеопатическим средством, он отнюдь не гомеопатическое средство, он достаточно низкие разведения, но они улавливаются. А уж что касается гомеопатии вообще, я полностью не согласен с вот этим вот письмом, которое якобы Академия наук написала, она сама от этого письма открещивается. Гомеопатия имеет свою точку приложения. Не надо гомеопатии лечить четвертую степень рака, не надо ей лечить гипертонический кризис и инсульт. Но свою нишу она найдет. То есть она не доказуема ее польза, но не доказуема ее вред. А психотропный эффект, вот, ей-богу, он велик. Поверьте мне, если я сейчас вот тут заявлю, вот, ну, не вам, профессионалам, а, скажем, выступая перед каком-нибудь аудитории, что лучше всего при гриппе помогает подорожник на лоб, то треть народа будет лечиться по Никифорову и будет помогать, и будет с восторгом говорить, как у него тотчас вся симптоматика грипп прошла. Может быть, на этом работает гомеопатия, я не знаю, что-то в ней тоже есть. Наверное. Вот, все-таки она, раз столько веков она существует. Так вот, тут недавно, значит, возникла какая идея, что если мы с вами получаем антитела к гамма-энтерферону, а потом очень сильно их разводим, но до определенной улавливающей концентрации, то они не атакуют интерферон, а повышают чувствительность рецепторов к интерферону, то есть при том же исходном уровне, который не надо повышать, видимо, меняется реакция организма. Вот в чем суть вот этого афинного разведения. То же самое у нас с вами всегда, ну, как-то страдает иммунитет. Тут получили антитела к CD4, и, соответственно, активируется располагование вирусов, и гистамин у нас обязательно все-таки какой-то аллергический компонент, при любом респираторной вирусной инфекции он будет. Тут то же самое получили антитела к гистамину, низкое разведение, совершенно изменяют гистаминозависимые реакции. И этот препарат, доктор, он предлагается отнюдь не как единственный, и отнюдь не в реанимации, естественно. То есть этот препарат, который абсолютно безвреден, но самое интересное, что он дает положительный эффект, достоверный. Я никак не могу понять, как эта штука работает, но она работает. И вот проверяли на, опять же, на амбулаторных, ни в коем случае не на стационарных больных, не на тяжелых. То есть это на уровне участкового врача. Проверяли и получили, что в принципе эффект сравним с сельтамивиром. Но, опять же, это легкий и средний тяжелый. Этот препарат фирма предлагает отнюдь не как интенсивную терапию, и отнюдь, опять же, не в реанимации, и не в стационаре, как единственный моно-противовирусный препарат. Тем более, что его действие как-то оно эфемерно, но, тем не менее, оно существует. Ну вот, собственно, я свои взгляды больше сейчас выкладывал на ситуацию с гриппом ОРВИ, ОРВИ, а просто то, что у нас есть в дополнение. Я не обсуждаю ни энгаверин, ни кагоцил, но мне тоже и все остальное, что тут говорилось. Очень яркое выступление, собственный взгляд на проблему. Я думаю, что некоторые вопросы можно обсудить. Я думаю, что мы тут все профессионалы имеем, наверное, свое... Что касается...